Привет, друзья! Я Александр Кушнер на Ньюсейдер. Сегодня 3 мая. Российский режим только что потерял последнюю нейтрально настроенную страну из цивилизованного мира, навлек на себя гнев евреев по всей планете и подтолкнул Израиль к единственно верному варианту – открытой военной поддержке Украины в ее священной битве против русской военной саранчи. Сегодня я объясню, почему Россия теперь рискует получить не только присоединение Израиля к обширным военным поставкам в адрес ВСУ, но и большую головную боль в Сирии. Итак, накануне 2 мая премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт назвал ложью заявление военного преступника Сергея Лаврова, который в эфире итальянского телевидения, обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в нацизме, сравнил его с Адольфом Гитлером, у которого, по словам Лаврова, тоже, мол, была еврейская кровь, а евреи якобы и есть самые ярые антисемиты, говорил Лавров. Тем самым этот соучастник массовых убийств в Украине обосновал позицию Кремля о том, почему, мол, несмотря на еврейское происхождение Зеленского, нынешнее украинское правительство следует считать нацистским. По какой причине именно такой способ аргументации выбрал этот бандит, именующий себя министром иностранных дел России, сказать несложно. Просто на соответствующее возражение любого вменяемого человека, согласно которому не может быть нацистов в государстве с демократически избранным лидером евреем, ответить нечего. Вот и выбран был самый извращенный вариант. Ну а то, что он оскорбит всех людей еврейского происхождения и самого главу израильского правительства остается за пределами понимания подонков в Кремле, которые утратили последние связи с реальностью после нападения на Украину. Беннет так отозвался о словоизвержении Лаврова. Такая ложь предназначена для того, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них же, и тем самым снять ответственность с угнетателей евреев. Заявил премьер Израиля, подчеркнув, что использование холокоста еврейского народа в качестве политического тарана должно быть немедленно прекращено. Для Москвы, казалось бы, грозным предупреждением должен был бы стать уже тот факт, что с гневной отповедью в адрес Кремля выступило именно высшее правительственное лицо Израиля. Ведь Беннет, как известно, до недавнего времени воздерживался от осуждения российских властей за их чудовищные преступления в Украине. И даже в комментариях о резне в Буче, говоря об огромных страданиях украинского народа, Беннет не стал обвинять Россию. Хотя, между прочим, это неоднократно делал глава МИД Израиля Яир Лапид, а в ООН Израиль на всех собраниях по украинскому вопросу голосовал против России. Официально израильские власти объясняли такую позицию Беннета тем, что он нуждается в координации с Россией по вопросам Сирии и стремится оставаться посредником в отношениях между Путиным и Зеленским. Теперь, когда Беннет впервые обрушился со столь жесткой критикой на российский режим, становится очевидно, что слова Лаврова стали точкой невозврата к прежним отношениям между Россией и Израилем, а вместо посредничества Израиль уже открыто переходит на сторону Киева. Именно это имеет в виду газета Иерусалимпост, когда подчеркивает, что реакция Беннета на слова Лаврова, цитирую, сигнализирует, что Израиль в этой войне более не занимает нейтральную позицию и поддержит Украину. В еще более резкой тональности высказалась израильская газета Гаарец, традиционно выступающая ярым противником Путина. В ее статье сказано, что гротескные заявления Лаврова о Гитлере в отчаянной попытке оправдать российскую агрессию разжигают антисемитский огонь по всему миру. Издание приводит комментарий американского еврейского комитета, в котором сказано буквально то, что в последние недели не устают повторять украинские власти. А именно, цитата, «Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации в Москве, а не в Киеве». Приводится в этой публикации и заявление министра здравоохранения Израиля, а также лидера партии Мерец Ницана Хоровица, который сказал, «В Украине нет неонацистского режима, Зеленский не нацист, а Израиль поддерживает независимость и территориальную целостность Украины перед лицом жестокого российского вторжения», заявил он. В свою очередь Даня Даян, председатель мемориального комплекса «Яд вашим», посвященного памяти жертв Холокоста, назвал слова Лаврова попыткой перевернуть картину мира с ног на голову и обвинить жертв агрессии вместо самого агрессора. Цитирую, замечания министра иностранных дел России Лаврова абсурдны, опасны и заслуживают осуждения. Лавров пропагандирует инверсию Холокоста, превращение жертв в преступников на основе продвижения совершенно необоснованного утверждения о еврейском происхождении Гитлера. Не менее ужасно это называть украинцев вообще и президента Зеленского в частности нацистами. Это полное искажение истории и серьезное оскорбление жертв нацизма, сказал он. Окончательную же точку в вопросе о том, что теперь будет с отношениями между Израилем и Россией, поставила сама Россия. 3 мая, то есть на следующий день после единодушной реакции израильского общества на циничное вранье Лаврова, так называемый МИД России в своем официальном твиттере не нашел ничего более подходящего, как обвинить министра иностранных дел Израиля Яира Лапидо в незнании истории, а само правительство Израиля в поддержке нацизма. Цитирую. Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве, заявили в ведомстве Лаврова. Так они отреагировали на вчерашний хлесткий комментарий Лапидо, в котором тот не постеснялся в выражениях и назвал высказывания Лаврова непростительными, возмутительными и ужасной исторической ошибкой. Он подчеркнул, евреи не убивали себя во время Холокоста, обвинение самих евреев в антисемитизме это самый низменный уровень расизма в отношении евреев, возмутился Лапидо. Таким образом, российский режим фактически объявил Израилю дипломатическую войну. Добавить в списки своих врагов Беннета и его правительства является, безусловно, очередной огромной ошибкой бучанского мясника Владимира Путина. Пока его кастрированный бульдог Лавров пытается давать уроки истории господину Лапидо, кремлевскому диктатору стоило бы на досуге самому почитать историческую литературу. Из нее он узнал бы два важных момента. Во-первых, что сами кремлевские подонки это и есть те самые реинкарнанты уничтоженных 80 лет назад нацистов. Ну а во-вторых, что Израиль никогда, никогда не проигрывал войн и не собирается портить себе статистику. Какие последствия теперь ждут Россию, умудрившуюся нажить себе врагов даже там, где она теоретически могла бы сохранить островок рукопожатности? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует понять, каким образом вообще так получилось, что Лавров позволил себе подобные высказывания? Ответ на этот вопрос на самом деле очень простой. Его слова полностью соответствуют тому антисемитскому душку, который всегда царил во властных российских кабинетах еще с советских времен. И тот факт, что Путин не одернул Лаврова, а напротив, позволил ему окончательно проявить свою антисемитскую сущность, является лишь свидетельством того, что и сам Путин обычный махровый антисемит, который молчаливо одобрил а может быть и вовсе прямо санкционировал начало антиизраильской линии поведения России. Тот, кто назовет это удивительным контрастом с тем самым Путиным, который годами делал вид, что является другом еврейского народа, не должен быть введен в заблуждение. Его якобы дружественное отношение к Израилю имело ту же самую природу, что и напускная цивилизованность Путина в целом. Будучи глубоко криминализированным типом личности, Путин два десятилетия лишь одевал маску, добропорядочного господина, чтобы получать от приличных государств то, в чем остро нуждается его отсталая бензоколонка. То есть баснословные прибыли и передовые технологии, необходимые, чтобы вырастить свою армию убийц и построить смертоносную военную машину, с помощью которой Путин однажды намеревался перекроить международный порядок. Теплые отношения с Израилем Путину нужны были, однако не только для того, чтобы получить от него такие высокотехнологичные средства войны, как беспилотники, на базе которых впоследствии Россия построила свои собственные дроны, но еще и для того, чтобы однажды получить от Израиля гарантии невмешательства в Сирию. В Сирию, куда Россия вторглась в 2015 году под предлогом помощи сирийскому мяснику Башару Асаду для борьбы с повстанцами. В ретроспективе становится понятно, что кремлевский ворделлак использовал несчастную Сирию как полигон для того, чтобы отработать будущую масштабную войну против Украины и всего западного мира. Крылатые ракеты морского и воздушного базирования, против которых у ВСУ сейчас не оказалось полноценных средств противодействия, были первоначально испытаны именно на бедном сирийском народе, о чем Путин однажды прямо проболтался, когда сказал известную фразу о тренировках своих военных в Сирии. Ясно и другое. Без договоренностей с израильскими властями полноценно орудовать на сирийской территории у Москвы не получилось бы. Израильские власти прекрасно понимали, что в случае победы Асада Сирия превратится в плацдарм для перманентных атак со стороны проиранских формирований на Израиль. Так в итоге и произошло. Иран вступил в прямой военный союз с Россией и с помощью своих наземных войск помог российскому режиму подавить сирийское восстание против кровавого сирийского диктатора, а параллельно Тагеран начал разворачивать в приграничных с Израилем районах Сирии военные базы, склады с вооружениями и арсеналы боеприпасов, чтобы затем совершать антиизраильские вылазки. В то же время Россия разместила в регионе средства ПВО, радиус действия которых теоретически покрывал и в том числе иранские военные объекты на сирийской территории. Москве, однако, совершенно не хотелось вступать в прямую конфронтацию с дисциплинированной, натренированной и высокотехнологичной военной машиной Израиля. Ну а Израилю совершенно не хотелось тратить свои усилия еще и на нейтрализацию зенитно-ракетных комплексов России вроде С-300 и С-400 в Сирии. А вместо этого Израилю требовалось сосредоточиться на борьбе исключительно с непосредственным кровным врагом Ираном, мечтающим о физическом уничтожении израильского государства так же, как Путин мечтает об уничтожении государства украинского. Эти желания России и Израиля нашли отражение в соглашении о размежевании действий, которые до сих пор, по крайней мере, формально, в силе. Российские зенитчики как бы не замечают израильские самолеты, а ВВС Израиля как бы не замечают ПВО России, атакуя исключительно иранских военных, приодетых в боевиков. Ну а при необходимости, естественно, они атакуют и сирийские средства ПВО. Сирийские, но опять же, не российские. Такая российско-израильская договоренность сохранилась даже тогда, когда однажды сирийские средства ПВО, терпящие бесконечные фиаско против израильских ракет и самолетов, в ходе одной из атак сбили заходящий на посадку самолет радиоэлектронной разведки России. Тогда Кремль умудрился обвинить Израиль, Израиль, а не сирийских недоумков, в гибели своего военного борта, необоснованно сославшись на то, что израильский истребитель якобы прикрылся российским самолетом, чтобы уйти от системы ПВО Сирии. Министерство обороны России пригрозило нацелить системы С-300, находящейся в Сирии, на ВВС Израиля и помешать им работать в воздушном пространстве Сирийской республики. Тем не менее, с тех пор ни С-300, ни С-400 так и не выстрелили по израильским самолетам, а те продолжали совершать десятки успешных операций в год против иранских бандитов, регулярно уничтожая все новые и новые вооружения, которые иранцы перебрасывали в аэропорт Дамаска для дальнейшего применения против израильтян, при попустительстве России, разумеется. Стал ли этот успех следствием того, что Израиль все чаще начал использовать самолеты-невидимки F-35 и другую тактику избегания, или же в Москве попросту решили не рисковать эскалацией и спустили на тормозах свои необоснованные угрозы, неясно до сих пор. Важно то, что своеобразный российско-израильский пакт о ненападении продолжал работать. Все изменилось, однако, 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, и Путин окончательно перестал притворяться достопочтенным партнером Запада и, наконец, показал себя всему миру таким, каким он всегда являлся на самом деле. Гопником, массовым убийцей и самым обычным чекистским ублюдком, готовым погубить не только украинцев, но также и миллионы, даже миллиарды людей ради собственных дегенеративных амбиций. По этой причине и в самом Израиле, и за его пределами потребовали от израильских властей объяснений по поводу того, почему они отказываются присоединиться к санкциям против России и поддержать оружием Украины. К евроатлантическим санкционным мерам Израиль в итоге вскоре присоединился, но вот к военным поставкам в адрес ВСУ по-прежнему нет. Осведовленные израильские источники поговаривают, что причина здесь одна и лежит она на поверхности. Опасения израильских властей из-за того, что Россия может использовать свое влияние на террористов для дестабилизации Израиля. Ну а теперь, когда сам Беннет больше не смог терпеть российские выходки и решился наконец на то, чтобы бросить вызов Кремлю, становится понятно, что по крайней мере никакого возврата к нейтральному отношению Израиля в отношении российского режима не будет. Да и какие, казалось бы, вообще отношения сейчас могут быть у цивилизованных стран с российским правительством, которое само стало террористической организацией, шантажирующей нашу планету тотальным ядерным уничтожением. Вопрос сейчас лишь в том, какие конкретные практические последствия со стороны Израиля могут возникнуть после тех шизофренических высказываний Лаврова, которые положили конец нормальным отношениям России с израильским правительством. Здесь надо понимать, что эмоциональная реакция Беннета это еще и попытка показать, что он слышит чаяния своих избирателей, которые давно требуют от своих властей четко обозначить отношение к полномасштабной российской агрессии против Украины. Вот только возникает вопрос, как далеко Беннет готов зайти в исполнении воли израильтян? Да и в чем она заключается, эта воля? В том, чтобы снабжать Украину передовыми ударными средствами? В том, чтобы оказывать ей только разведывательную поддержку? Или в том, чтобы ограничиться гуманитарными поставками Украине? С другой стороны, на фоне российского вторжения в Украину каждому израильтянину теперь должно быть ясно, какую экзистенциальную угрозу для Израиля представляет собой российский режим, готовый убивать тех, кого он записывает в ряды нацистов. А ведь сейчас, как следует из слов Лаврова, Россия начинает рассматривать в качестве нацистов еще и израильтян, как бы безумно это не звучало. И вот сегодня, наконец, газета Гаарец дает четкий ответ на вопрос о том, будет ли Израиль поставлять военное оборудование Украине? И этот ответ звучит так. Да, будет. Вопрос только в том, какой именно. Сейчас израильские чиновники обсуждают список конкретных предметов, которые они могли бы отправить вооруженным силам Украины. По их словам, между шлемами для украинских солдат и системой ПВО, железный купол, который в СУ просят у Израиля, лежит огромный список других предметов, которые могли бы быть отправлены в Украину. Как минимум, на начальном этапе Израиль планирует передавать Украине исключительно защитное, а не наступательное оборудование. Израильтяне могут передать украинским военным оборонительные системы, инструменты для защиты войск на земле, индивидуальное боевое снаряжение и системы оповещения. Как пишет Гаарец, одной из главных причин, которая заставила израильские власти пересмотреть, наконец, позицию в отношении Украины, оказалось растущее количество свидетельств зверств России против украинского народа, которое делает шаткий нейтралитет Израиля в этой войне все менее надежным. Есть в Израиле и другое беспокойство. Беспокойство о том, что его военная промышленность, которая экспортирует передовые системы вооружения, может пострадать, если страны, располагающие этими израильскими системами безопасности, начнут задавать вопросы о том, а не получится ли так, что в кризисной ситуации Израиль по политическим причинам воздержится от продолжения поставок систем и вооружений. В этом смысле гипотетические поставки Израилем оружия для Украины могли бы преследовать те же цели, которые преследуют и власти других стран мира, помогающие укрыться вооружениями. Убить русских оккупантов на украинской земле, чтобы эти оккупанты потом не пришли в другие страны, в том числе и в Израиль. В тот самый Израиль, который еще советские власти тихо ненавидели за то, что он стал родиной, или по крайней мере переправой для тех, кто бежал из СССР, как от чумы. Еще более деликатный вопрос заключается в том, продолжат ли действовать прежние каналы связи для предотвращения конфликтов в Сирии между российским режимом и Израилем. Путин с каждым новым военным преступлением в Украине все чаще ведет себя как приговоренный убийца, которому нечего терять. А значит, от него можно ожидать срыва даже тех соглашений и перехода даже тех красных линий, которые до недавнего времени казались непререкаемыми даже для такого подлеца, как Путин. Это означает, что в случае, если Израиль решит поддержать Украину оружием, ему надо будет готовиться к попытке России эскалировать в Сирии, чтобы досадить Израилю. Другое дело, что в нынешних обстоятельствах, когда буквально вся российская армия увязла в бойне на украинской земле и истекает там кровью, вряд ли у Москвы найдутся крупные военные ресурсы, чтобы всерьез угрожать Израилю с сирийского направления. Хотя бы уже потому, что чуть ли не треть, а то и половину своих боевых самолетов российский режим уже похоронил в Украине. Зато у Израиля есть все необходимые военные ресурсы для того, чтобы угрожать российскому режиму в Сирии. Израиль обладает всеми средствами для подавления и обхода даже самых передовых российских систем ПВО, и стелс-истребитель F-35 Adir, неоднократно испытанный израильтянами в бою, станет главным средством в войне против российских сил в регионе, и противопоставить самолету F-35 России абсолютно нечего. Появились у российского режима и другие проблемы в регионе. На днях Турция и Азербайджан закрыли небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию. А два месяца назад Анкара, как известно, перекрыла пролив Босфор для российских кораблей. Для военной группировки Москвы, размещенной на сирийской территории, это означает большую беду с логистикой. И эти проблемы могут оказаться критическими в условиях конфликта с Израилем на фоне общего стремительного ослабления военной машины Путина, который продолжает терять мощь благодаря эффективной обороне вооруженных сил Украины. И вот мы спрашиваем себя, осталась ли хоть одна ловушка, в которую не угодил Путин, и мог ли российский режим избежать по крайней мере этой западни, западни с Израилем? Для этого Лаврову стоило бы прикрыть свой рот там, где его никто не просил открывать. Но вместо этого мы узнали, что по мнению российского руководства, это в Украине, где народ на демократических выборах неоднократно избирал себе президентов-евреев, сидят нацисты. А вот в России, главарь которой разворачивает сейчас пропаганду по гебельсовской технологии, захватывает украинские территории под чисто гитлеровским лозунгом об освобождении угнетаемого народа рейха, заявляет о необходимости уничтожить украинскую государственность, а затем посредством своих войск физически вырезает украинцев только за то, что они любят свою родину, организует фильтрационные лагеря, где расстреливают украинских патриотов и бьет по жилым кварталам украинских городов, где гибнет пожилой еврей, переживший холокост, но не переживший российских бомбардировок, вот в такой России, где демократических выборов не было уже 30 лет, по логике Лаврова нет никакого нацизма, а есть одни сплошные борцы с нацизмом. Более того, теперь же мы знаем от российского внешнеполитического ведомства и другое, что само израильское государство оказывается является пособником украинских нацистов. Ну, видимо потому, что израильские власти сейчас эвакуируют из Украины тех же бедных еврейских бабушек и дедушек, которые оказались под российскими бомбардировками. Сейчас остается только один вопрос. Как далеко готов зайти Путин в своей истинно нацистской поступе против Украины и всего мира, если он уже сжег все мосты для отступления и теперь у него остался лишь один путь на виселицу, как и у его гитлеровских предшественников, на которых так серьезно ориентируется и Путин, и Лавров, и вся эта кодла. Вот только в отличие от Третьего рейха, у нынешнего главы Кремля есть ядерное оружие. И с каждым днем появляется все больше оснований полагать, что для сокрытия своих преступлений от человечества Путин скорее попробует угробить это человечество ядерным огнем, нежели капитулировать, сгинув в вечном позоре перед лицом истории. Соединенным штатам и их союзникам, включая Израиль, который славится своими спецоперациями, безусловно, стоило бы учесть этот психологический момент и готовиться уже сейчас к тому, чтобы ликвидировать угрозу превентивно еще до того, как Путин нажмет красную кнопку. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с Ньюсейды. Поддержите украинскую армию через те ссылки, которые я даю в описании к этому видео, на организацию «Поверни живым» и на специальный счет Нацбанка Украины. Там же вы можете поддержать и наш канал через PayPal, Patreon, банковский счет и прочие ресурсы, ссылки на которые я привожу опять же в описании к этому видео. Мира и здоровья вам! До скорого!